В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов, в нашей московской студии сейчас депутат Государственной Думы России, член бюджетного комитета Евгений Фёдоров, представитель фракции «Единая Россия», и чуть позже к нам присоединится политический обозреватель, научный сотрудник Института Гайдара Кирилл Рогов. Мы поговорим сегодня о прогнозах развития политической системы во второй половине 2012 года. Вот Думская сессия завершилась, так что можно какие-то итоги тоже подводить и законодательные деятельности за эти полгода. Ну, конечно, сейчас в центре внимания ситуация по-прежнему после наводнения в Крымске и спасательной операции. Я напомню, что более 170 человек погибло. И вот Владимир Путин второй раз уже съездил в Крымск, и довольно была странная сегодня ситуация, когда агентство «Интерфак» сначала сообщило, что президент удовлетворен ходом спасательной операции, а через 25 минут поправилось, что он не удовлетворен ходом спасательной операции. Но, тем не менее, наверное, есть и другие люди, которые удовлетворены. Вот, Евгений Алексеевич, к вам сразу вопрос. Ваша фракция, я увидел, не требовала парламентского расследования этой катастрофы, более того, выступила в защиту губернатора Ткачева, чьи отставки начали требовать представители оппозиции. Почему вы заняли такую позицию в парламенте? — Речь, во-первых, идет о серьезной трагедии и огромное соболезнование тем, кто пострадал. Что касается конкретных событий, мы направили туда делегацию Государственной Думы, были депутаты от «Единой России», они в постоянном ежедневном режиме работали, изучали ситуацию, помогали людям, участвовали в операциях спасательных, в том числе, в той мере, конечно, как они могут это делать. Все-таки это законодатели, а не МЧСники, например. И очевидно, что это природная катастрофа, и требовать немедленно, мгновенных каких-то репрессивных мер до того, как будет все понятно, все проявится, это просто неправильно. Потому что это ударит по рукам тем людям, которые сегодня, с утра, круглые сутки работают над спасением людей или ликвидацией последствий катастрофы. Разберемся с катастрофой, будем разбираться и с ошибками, и с проблемами, которые к этому как-то повлияли на вот это развитие катастрофы. А почему не создать парламентскую комиссию? Есть же институт расследования парламентского, есть такие права. Даже, по-моему, закон опять о парламентском расследовании, тут что-то такое обсуждалось у вас как раз на этой сессии. Да, у нас дополнительные права, причем добавленные. Мало того, даже изменили конституцию в прошлый созыв, чтобы увеличить полномочия парламента. Вопрос в другом, что такого рода расследование надо проявлять тогда, когда надо проявлять расследование, а не тогда, когда нужно работать круглосуточно над решением конкретной проблемы конкретных людей. Почему? Одни работают, вот волонтеры работают, а другие расследуют, следственный комитет, например. Да, ходят и сзади них дергают и спрашивают, а вот что вот ты делал там неделю назад? Это неправильно. Закончится проблема, ситуация, разрешится конкретные вопросы людей, тогда глубже будем разбираться в этой теме. При необходимости создадим эту комиссию, когда к ней будет основание. Просто, понимаете, вот была катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС, тогда погибло меньше ста человек, комиссия была создана. Сейчас погибло вдвое больше и видна, в общем, нераспорядительность и местных властей, и региональных под вопросом, и МЧС действия тоже, в общем, есть большие сомнения, почему не был объявлен, так сказать, сигнал тревоги. И тем не менее, вот парламент молчит. Может быть, потому что это такая штамповочная машина продолжает существовать имени партии «Единая Россия», как подразделение администрации президента? — Объясняю, что парламент участвует, парламент направляет людей, но такое громкое заявление, которое ударит по рукам под названием «парламентское расследование в связи», вот вы сейчас, видите, придумывали в связи с чем? В связи с дождем комиссию не создашь. — В связи с гибелью 170 человек, граждан России. — Подождите, подождите, парламентское расследование, гибель людей возникла в результате природных явлений. Другое дело, что, конечно, в контексте этого могли быть какие-то нарушения, или упущения, или недолжные исполнения обязанностей. Но это вопрос не так очевиден, как он был, когда был СССР, когда очевидна была халатность людей, приведшая к катастрофе и гибели. Это было ясное дело. Сейчас дождь пошел, возникла природная проблема, природная катастрофа. Она привела к трагедии. Давайте мы закроем проблему людей, полученных в результате трагедии, и тогда расследуем. — А помните, 10 лет назад была там трагедия, было наводнение, тоже погибли люди, тоже приезжал, между прочим, президент Российской Федерации, звали его Владимир Путин. Были какие-то меры приняты, выделены деньги, как выясняется, ничего не сделано. Программа там по защите, в том числе и этого города, начнет действовать только с 2013 года. То есть русла эти не чистились. Там много всего интересного, понимаете? — Получается, что 10 лет прошло, никаких уроков не извлечено, а вы говорите, нечего изучать. — Что-то сделали, что-то нет. Изучим и создадим комиссию позже, после поликвидации. Ну, я уже четвертый раз говорю. После ликвидации трагедии, закончится решение проблем людей, будем расследовать. — Хорошо, вот вам вопрос, пожалуйста, сегодня тот же Владимир Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий степихийного бедствия. Наводнение поручается оказать семьям погибших единовременную материальную помощь, там, по 2 миллиона рублей, там, по миллиону из федерального и из регионального бюджета. Опять же, в сумме, говорю о помощи тем, кто потерял имущество, там, получается, 100 и 60 тысяч, то есть по 160 тысяч рублей. И там довольно еще много разнообразных материальных, так сказать, трат и так далее. Вообще, как с деньгами в бюджете? Средства на это есть и с какого фонда они пойдут? — Есть резервный фонд. Мало того, есть в соответствии с бюджетом Российской Федерации право правительства перераспределять бюджетные расходы. Это как дополнение к бюджетному фонду. И, например, есть резервный фонд, в конце концов, это гигантские цифры и гигантские деньги. То есть, такого рода трагические выплаты, они бюджетом, к сожалению, конечно, но они бюджетом предусмотрены. — Ну, просто там были, насколько я понимаю, проблемы, что людям не могли заплатить больше что-то 50 тысяч на семью. Да, значит, законодательство, которое регулирует подобные вещи, оно не очень, мягко говоря, соответствует ситуации, когда люди теряют, в общем, большую сумму, у государства есть деньги, она готова компенсировать, а оказывается, что мешают разные там инструкции и так далее. Не надо там это поправить? — Это закон, это не федеральное законодательство и вообще не законодательство. — А что же это? — Это акты более ниже стоящего решения, принятые в развитии законов. И эти акты, как вы правильно подметили, были президентом, это его исполнительная компетенция, исправлены. И, учитывая масштаб трагедии, было, скажем так, на федеральном уровне принято решение о вот этих больших выплатах. — Я хотел вас уже спросить по вот этой замечательной путинской или думской четыреххвостке, да? Это целый набор репрессивных законов, которые были приняты. — Это ваше тюрьме? — Да, но я же как умею, видите, а вы как умеете тоже. Вот это закон о клевете, о ответственности за клевету максимальной, там, денежной, о черных списках в интернете, о фактическом запрете митингов и разнообразных репрессиях за нарушение этого усложненного порядка их проведения. И, наконец, объявление некоммерческих организаций, получающих гранты из-за рубежа, так сказать, иностранными агентами. Ну, могли бы назвать, например, лакеями мировой буржуазии или еще как-нибудь воспользоваться советской терминологией. — Мы используем американский термин. — Ну, вы используете, да, только словарем не умеете пользоваться, где иностранный агент четко совершенно ассоциирован со словом «шпион». Вот я хочу спросить, вы этой реакционной, так сказать, программой что хотите сказать обществу? Что ваша партия «Единая Россия» таким образом отвечает на гражданские протесты, на то, что обвиняют ту же партию в краже голосов, в том, что есть такая вот структура теперь у нас, называется «Партия жуликов и воров». Кстати говоря, мне кажется, это ведь в эфире вашем с Навальным родилось это крылатое выражение, да? Вы там типа павиальные бабки оказались. — Да, эфир был в связи с этим выражением. Там это выражение называется, ну, слово такое вот, бренда, типа бренда. — Мем. — Да, с помощью которого, и я тогда об этом говорил в этом эфире, которое было придумано в Государственном департаменте, и задача которого — долбать Российскую Федерацию. — А доказательства у вас есть, что в Государственном департаменте? — В связи с этим мы сейчас к этому вернемся. — Есть закон о клевете. — Сейчас мы к этому вернемся. — Правда, не вступивший в силу, но вы думаете. — Вот, кстати, вот по поводу КВТ, вот эти слова, реакционные, с которыми вы начали представить. — Это оценочно. — Оценочные суждения, я понимаю. — Безусловно, да. — Хитрый человек, да, хитрый человек. — Нет, грамотный. — Но суть этого не меняет. А логика-то очень простая. Каждый указанный вами закон, вы их так сгруппировали, они, кстати, в разное время приняты. — Да нет, буквально за два месяца. Отштамповали. Нет более важных задач в партии «Единая Россия». — Вообще-то у нас вся сессия три месяца. Так что это была сессия, обычная сессия парламента. Теперь по очереди. — Да, знаете, я забыл одну важную вещь. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046. Рвутся задать вам вопросы, я уже вижу, но мне хочется, чтобы больше было звонков. Спасибо. — Да, да, да. Значит, теперь по очереди. Ну, там, начнем. Гранты из рубежа. Это очень важная вещь. Кстати, с Навальным этот вопрос год назад обсуждался, тогда это было вообще не воспринималось. Сейчас все уже про это все знают. То есть беседа с Навальным, она дала позитивный результат. То есть люди начали крутить мозгами. Это очень хорошо. И сегодня мы очевидно видим, что механизм, часть которой является грантов, система грантов, это механизм прямого вмешательства внутри российские дела для целей ослабления Российской Федерации, для целей сохранения статус-кво, недееспособной российской власти в плане решения многих национальных... — Я про российскую власть. — Нет, нет, российская власть — это Путин, это царь. — Хорошо, подождите, это ваши сказочки. — Не, нет, подождите, подождите, подождите. Вы сказали, российская власть, вы за свои слова отвечаете. — Я отвечаю. — Вы сказали, что недееспособная российская власть, это недееспособный Путин? — Михаил. — Российская власть по этой конституции не имеет достаточных полномочий. Национальная власть не имеет полномочий. — Каких полномочий? Полномочия решать вопросы страны Какие? Пожалуйста, она не имеет права поменять правила Какие правила? Никакие, правила нашей жизни Например, мы, как вы, наверное, знаете или не знаете То есть, например, взять и перестать соблюдать права человека Вести цензуру не может Не перебивайте Например, мы платим дань Соединённым Штатам Америки Последствам механизма рубля Это достаточно очевидная вещь Которую расшифрует любой экономист За 15 минут Вот мы не можем поменять эти правила Потому что они заложены в Конституции Через механизм отделения Центрального Банка И механизм выкупа прав Центральным Банком Наоборот, Российского рубля Я вам как Комитет по бюджету говорю Выкупа у Соединённых Штатов Америки По номинальной стоимости И последующее поступление через ФРС Этих денег в американский бюджет Следующий этап, мировой заговор Это технология так работает Но это же факты Это не факты Давайте обсудим и детали этого факта Если вы хотите Второе Россия не имеет права На крупный национальный частный бизнес Это тоже факт Потому что из этого факта Нет никакого исключения Евгений Алексеевич Я переформулирую вопрос Вот как Роза прислала То есть не нравится вам ответ Нет, вы не понимаете Я не понимаю ответы Вы не понимаете сути вопроса Вопрос депутату Единой России Читаю, как написано Скажите, что ещё вам мешает жить Правозащитники вам мешают Приняли закон Журналисты вам мешают Приняли закон о клевете Теперь уже волонтёры вам мешают Собираетесь принимать закон о волонтёре? Огласите весь список Кто ещё мешает жить депутатам? В этом списке только одна позиция Российская Федерация мешает наладить жизнь И жить в своих интересах И в своё удовольствие Победитель Советского Союза Соединённой Штаты Америки Мешают с 91-го года После того, как они ликвидировали В результате 40-летней войны Советский Союз И создали механизм Внешнего воздействия на Российскую Федерацию Механизм внешнего оккупации Это не является официальной доктриной Партии Единая Россия Может быть, вы состоите в масонской ложе Партии Единая Россия Вот у коммунистов, я понимаю Они продолжатели дела Советского Союза Они под красным знаменем Они, так сказать, за советский империализм Ещё много за что А вы-то за что? Вы же за буржуазию За частную собственность За крупный капитал Там ещё за что-то Но против демократии Тот же в рядах коммунистов До сих пор есть люди Которые лично голосовали За ликвидацию Советского Союза Это к вопросу Ну, это мы ушли в другие партии Ну, и Владимир Путин не сопротивлялся этому, знаете Владимир Путин в это время был вообще Преподавателем в университете Владимир Путин защищал демократию Читайте его мемуары В этот период времени Читайте его мемуары Да и вы, по-моему, на баррикады за ГКЧП не вышли Кто отвечает на вопрос? Вы или я? Мы с вами дискутируем Я почему-то не могу ответить на вопрос Давайте про клевету Значит, продолжаем Поэтому вот этот механизм 91-го года Оккупационный Не позволяет Я про закон о клевете Подождите, а вот до этого был вопрос Уважаемые слушательницы Я на него отвечаю Так И следствие все из-за этой проблемы Отсюда механизм грантополучателя То есть в бюджете Соединённых Штатов Официально заложены деньги Которые госпожа Хиллари Клинта Называет деньги на войну в России Это ложь Это сленг Вы лжете Значит, я покажу вам ролик Который у меня на сайте есть Вы сказали сейчас неправду Она сказала В информационную войну в России Это ролик прямой Вы сказали сейчас неправду Давайте мы это отложим Я понимаю, что Можем потом встретиться Ещё раз обсудить Тяжело говорить на эту тему Мне не тяжело абсолютно Я говорю уважаемым слушателям Которые могут спокойно Этот ролик посмотреть Он в том числе есть на моём сайте И он секрета не представляет Это ролик её выступления в Конгрессе И выступления её помощников Которые за ней развернули этот вопрос Где она просила у Конгресса Дополнительных денег на эту войну Не на войну Не на войну Информационную войну Слово война там нет Информационная война там была Мы проигрываем Я цитирую госпожу Хиллари Мы проигрываем информационную войну Вот её сленг И дальше она просит Чтобы её не проигрывать Дайте нам денег на интернет в России Дайте нам денег на грантополучатели в России И дальше по списку Найдите пожалуйста Найдите пожалуйста российских бизнесменов Которые давали бы деньги На защиту прав человека На наблюдение за выборами Вы же всех уже пересажали там Кодарковский сидит например Вот вы теперь Там на лебедева нападают И так далее Где российские спонсоры Даже на тигра не найти Понимаете На защиту тигров и барсов Которых так любит Владимир Путин Ну приходится конечно с протянутой рукой Представителям некоммерческих организаций Ходить по всему миру Вот Всемирный фонд дикой природы Страшно опасная организация Чем она опасна для Российской Федерации А даже в духе вашей теории мирового заговора Не мирового заговора А конкретных отношений Между Соединенными Штатами и Советским Союзом А потом Россией Против суверенного руководства России Которое издевается над собственным народом Речь идет не о заговоре О стандартном механизме Победившая страна Живет за счет побежденной Какой тут заговор Так в истории происходит всегда Любая война Заканчивается таким образом Конечно Советский Союз побежден А что выиграл? 20 лет страдаете? Слушайте да страдать можно Вон Болгария 500 лет под игом страдала И что? Это не вопрос вообще количества времени Победившая страна В какой войне вы проиграли? Живет 40 летний Я лично воевал в горячих эпизодах В Афганистане Вы советский человек Я лично как офицер Вы скажите молодежи Что Россия проигравшая Ваша же партия все время разъясняет Что Россия встала с колен Что она поднялась Что она великая держава А вы все сказки рассказываете Что-то удалось У вас комплекс тяжелый Что-то удалось Что-то нет Это стандартное поражение Результат следует из него Поэтому когда мы видим Американские Кстати немецкие тоже Деньги на политработу в России А французские можно? Французские нет А китайские можно? Нет есть немецкие Есть американские Есть английские Как? А китайских нет? Китайских нет Есть китайские на Дальнем Востоке Не волнуйтесь Ну вот во всяком случае Знаете как бизнесменам там дают Беспроцентные кредиты Если они сотрудничают с китайцами И берут китайскую рабочую силу Вы этого почему-то не боитесь Я с вами не спорю в том плане Что мировой механизм конкуренции Мировой империализм угнетает Россию Конкуренция Это конкуренция между государствами Я не исключаю Что и другие соседи России Хотели бы использовать этот механизм Но вы же российскому бизнесу Не даете развивать гражданское общество Правда? Михаил Теперь дайте мне все-таки ответить Теперь по вопросу российского бизнеса Вы знаете Я этот вопрос тоже как экономист изучил В соответствии с указаниями Соединенных Штатов С 91-го года в России нет Крупного национального бизнеса вообще Поэтому когда вы говорите Расскажите это Дерипаске, Абрамовичу И другим замечательным людям Дерипаска это гибралтарский бизнесмен И все остальные такие же То есть это все предприниматели иностранные А все, кто руководит так называемыми Государственными структурами Они как? Они тоже агенты мирового империализма? По очереди Не империализма А конкретно другого государства Которое конкурирует с Россией И живет за счет нас Кстати К нам присоединился Кирилл Рогов В разгар этой дискуссии Замечательный Я думаю, что я вам даю время до перерыва Да, только пожалуйста Ясно по всем четырем законам Плевета, черные списки Запрет митингов И иностранная агентура Что же вы меня прерываете? Вы два раза упомянули Российских бизнесменов Мы с вами обсуждаем Российских бизнесменов Крупных в России нет вообще Те крупные бизнесмены Которых мы с вами знаем на слуху Они есть все до одного Подчеркиваю И о крупных речь Управляющие имуществом Иностранных компаний В России Это их статус Слушайте, а они же финансируют Вашу партию Значит, ваша партия Это иностранный агент Да, через офшорки Ну, давайте по очереди Мы же взрослые люди По очереди обсуждать Вопрос партии Вся политическая система России Находится под американским контролем Без исключения Партия единой России Вся политическая система Не, вы скажите Партия единой России Под американским контролем Я еще раз По-русски же говорю, да? Не-не, я не понял Ну, вы не понял Я повторяю Вся политическая система России В большей или меньшей степени Находится под американским Вы уже пошли нас ослаблять Хотите детали? Не-не, про единую Россию Нет, ну вы спросили оговорки Я могу развернуть детали Про единую Россию все-таки как? Вы меня и слышите? Евгений Алексеевич Речь идет не о юридических лицах Речь идет о системе Эта система существует В этой системе Партия единой России Тоже иностранный агент? Значит, ну я уже не знаю Как вам сказать Ну, скажите правду Правду вам говорю Вся политическая система Что вы еще хотите? Не-не-не, мне интересно А Единая Россия Вы можете сказать Единая Россия Как часть этой системы Тоже иностранный агент? Единая Россия На Единую Россию Также оказывается В Одессе Соединенными Штатами Только в отличие от Некоторых оппозиционеров Не прямыми деньгами А через другие механизмы Как и на всю Политическую систему Естественно Вся политическая система С 91-го года Является системой Оккупированной страны И под контролем Соединенных Штатов Америки Что для вас интересно? Ничего-ничего Вот все эти законы Это борьба с оккупацией Как вы говорите Элементами ее И ничем не отличается Например об отношении Польши с Советским Союзом Где или там ГДР Или Венгрия Или Чехословакия Это механизм отношений государств И в данном случае В структуре этого механизма Мы оплачиваем американцам Просто деньгами И людьми И даже детьми Оплачиваем их статус Начальников и оккупантов Я чтобы не тратить время Слушатели Я правильно вас понял Что весь комплекс этих законов Это борьба против Американской оккупации Это часть этой борьбы А будет дальше продолжение? Ну я считаю так Что либо Россия решит эту проблему Либо она исчезнет Потому что она не может существовать В условиях несвободы И рабства Понятно Ну вот у нас Слава Богу Пришел обозреватель Новой газеты Ведомости Из других замечательных изданий Кирилл Рогов Кирилл У вас есть минута до перерыва Вы слышали финал Нашей яркой дискуссии Что вам показалось Интересным В оккупационной теории Евгения Федорова Это все Совершенно Не имеет никакого отношения К действительности 42% населения России Уверены Что Единая Россия Это партия жуликов и воров Коррупция Это центральная проблема Политического режима Политический режим теряет Легитимность Потому что Общество осознает Что коррупция является Смыслом его существования И пытается защититься Всякими разговорами О каких-то химерах Типа оккупационного режима Очевидная Абсолютная вещь Что любой победитель Любой оккупант Владеет Средствами массовой информации Побежденной страны Ну например Как Советский Союз Управлял СМИ В той же Польше Это понятно Или ГДР И вот эта история С пропагандой Которая 20 лет Промывает мозги Это очевидно Механизм Элемент оккупационного механизма С какой пропагандой Пропаганда Антироссийская пропаганда А где она ведется Со всех средств массовой информации С каких С первого канала Конечно Со всех абсолютно исключительно Первый канал РТР РТР НТВ Все захвачено врагом Не захвачено А подчиняются Потому что они А как вы это терпите С 91 года Как терпим Это следующий разговор С 91 года Подчиняются напрямую Оккупационному механизму Госдепартаменту А я думал Путину Госдепартаменту И в американском бюджете Кстати есть Средства на управление Этими процессами Так я еще раз говорю Второй вопрос Коррупция Второй вопрос Коррупция Ну после Если говорить О масштабах коррупции То первая конечно Сверхкоррупционная история Это когда Американские советники Организовали приватизацию В России Давайте только договоримся Сколько вы будете отвечать А то В России Минут на 40 по-моему Размахнулись Нет в России У меня три пункта В России А первый уже был Нет Был предпункт В России И Американские советники Организовали Вывоз Всего Всей юрисдикции Российского Крупного бизнеса За рубеж То есть все Приватизированное имущество Реально уехало за рубеж По собственнике Второе Олигархическое управление Где все семьи банкирщина Это иностранные Собственники И управляли они Россией Собственным управлением И наконец Сегодняшний день Когда вы не знаете Ни одного примера Крупного коррупционера Который бы не хранил Деньги за рубежом Реально там не жил Не отправлял туда Учиться семью И не получал Политическое убежество В Лондоне В конце концов То есть это очевидный Механизм Насаждаемый в России Я о коррупционерах говорю Насаждаемых в России Честный человек В рамках оккупационной машины Это ясная и понятная вещь Понятно Хорошо Значит Мы поняли ваше разъяснение Вот Совет Федерации Рассмотрит в среду Принятые Госдумой Законы о статусе Иностранного агента Для некоммерческих организаций Зарубежного финансирования Возвращение статьи Клевета в уголовный кодекс Создание черного списка Сайтов запрещенной информации Все три инициативы Одобрил и рекомендовал К принятию Комитета Совета Федерации Михаил Федотов Написал письмо С просьбой Простыть принятие законов До их общественного обсуждения Ну вот Кирилл Что вы думаете Все это примут Подпишет Владимир Путин Ваше объяснение Зачем это делается Господин Федоров Уже объяснял в начале Ну разумеется Все это примут Подпишут Тем более что сам Владимир Путин Непосредственно Как бы руководил Подготовкой этих законов И По всей видимости Там была Даже какой-то Такой нестандартная Модель Написания их Потому что Ну как бы Их юридическая безграмотность Такова Что явно Это не управление Соответствующей администрации Действовало А как-то это писалось Как-то на коленках Вот Ну Здесь достаточно очевидно Все Я написал в новой газете Что эти законы Они напоминают Вот начало Сказки про Чаполина Дженни Радари Да Там помните Такой принц Лимон Который там Правитель Лимон Наступает на ногу Сажает в тюрьму Того Кому он наступил на ногу Тут приходит Синьор Помидор Объявляет Что домик Дедушке тыквы Стоит на его земле Отнимает этот домик Такая Такая Вот Смесь Такого Такой Такой Крайняя несправедливость Да Вот Что хочу То и ворочу И Понятно Что это Эти законы Это реакция На то Что Режим Владимира Путина Теряет легитимность Он теряет популярность Средненаселения Партия Единая Россия Тоже как партия Не состоялась Она Можно сказать Ну Имеет такой уже Мусорный Вполне характер И Как бы Защита Вот Попытка Защититься От факта Потери легитимности Это Эти законы Дело Сейчас я Закончу Дело обстоит Вообще Давно комично Потому что Ведь Как бы Одним из факторов Примансировавших Нерегитимность Режима Было то обстоятельство Что Единая Россия На выборах Не получила Большинство В Думе И тогда Голоса были Украдены Чтобы это Большинство Обеспечить И теперь Незаконное Как бы Большинство Единой России Принимает Законы В защиту Своей незаконности Вот примерно Так обстоит Дело На сегодняшний день У нас Нету Фактически Изгнодательной власти Это все Узурпация И довольно тяжкое Государственное преступление То что произошло Ну и Такова же реакция И вот Степень этого Безумия Которое Выражено Вполне явственно В законах Она Вполне Соответствует Тому градусу Ощущения Того что Земля уходит Из-под ног Которое Вот Есть у То есть Партии Которые 40% Население России Считают Партией Жуликов И воров Ну вот Кстати говоря Не закончилась Насколько я понимаю Законотворческая деятельность Замечательных депутатов Единой России Я вижу Что В прессе За последние дни Появилось еще два Интереснейших проекта Это Во-первых Объявить Средства массовой информации Которые там Связаны С Опять же С финансированием Из-за рубежа Тоже Иностранными агентами Вот И во-вторых Идея Лишить Лишать Мандатов С помощью комиссии по этике За злостное непосещение Некорректные высказывания Имеющие Антигосударственную направленность Отказ Декларирует свои доходы Выезд за границу Поличным Нужным Под депаспортом И так далее Господин Федоров Как вы Вы участвуете В этих Замечательных проектах Я так понимаю Подготовки Насчет Этики Не участвую А вот По финансированию СМИ Да Я специально изучал Этот вопрос Я не поленился Посмотреть Куда же идут деньги Заложенные В официальный закон Соединенных Штатов О финансировании Пропаганды В России И Я вам скажу Что решения В отношении СМИ Поддержки Демократии Для слушателей Мы и говорим О механизме Управления Процессами В России И Часть этих денег Действительно Довольно в больших Объемах Мы подсчитали Где-то тысячи Решений В отношении Тысяч СМИ Особенно в регионах Поступает В регионы Для цели Формирования Их позиции Антироссийской То есть Это большой Антироссийской Это когда пишут Что воруют Например Это когда Это когда Правду рассказывают Вот кстати По вопросу правды Сейчас вернемся Это когда С утра до вечера Морочат людям голову Что у нас Самая худшая В мире страна И с утра до вечера Это разворачивают До деталей И такого Пропагандистского наезда Какие помойки В городе Пропагандистского наезда Такого Нет ни в одной Нет Но если вы принимаете За азбуку Что Россия Самая худшая В мире страна Я же не говорю Эту Я говорю Вот если в городе Вор, мэр Это можно писать Наше информационное Пространство С утра до вечера Об этом говорить Нет Россия просто не повезло Правителей И правящей партии Теперь по очереди Теперь по очереди Не повезло Американцам В том плане Что Теперь суть вопроса Евгений Алексеевич Поскольку я здесь хозяин То есть нельзя отвечать Нет Вы ответили Вы ответили Нет Я продолжаю Вы же сказали Вы готовите законопроект Подождите Подождите Я же продолжаю Я хочу задать следующий вопрос Подождите А до этого был вопрос Я на него отвечаю И наши законы Суть-то Для чего мы собрались Наши законы Это законы о правде И закон о том Что запрещена клевета И о том И о том Что Ну законе так написано Нельзя клеветать И о том Что А что можно что ли По вашему И о том что Если ты получаешь Вы же полгода назад Голосовали за то Что была административная Ответность за клевету Полгода назад Что случилось Вы проголосовали Под давлением А теперь Под чьим давлением Проголосовали обратно А теперь объясняю А теперь Путин Начинает Национальное Освободительное движение И это закон То есть он освобождает От Медведева Или от совести От Американского Окупационного механизма Это начало процесса Он это кстати Делал и всегда Это он пытался Отменить закон На центральном банке Мы сейчас поднимаем До того Даже как его избрали Президентом Он пытался это сделать Он пытался ввести Национальные институты Частной собственности Отменил соглашение Раздели продукции Он много чего успел А много чего не успел А потом 4 года было что Окупационного режима Медведева Я правильно вас понимаю Вы договариваете Я вам договариваю Окупационный режим У нас 90 Я еще раз говорю Вы выполняли указание По административной ответственности За клевету Которое было внесено Медведевым Теперь вы его отменяете То есть у вас претензии К премьер-минстру Михаил, 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 вы меня видите? Я вас вижу Отлично Отлично Это мы находимся В оккупационном режиме С 91 года Это мы уже слышали Вопрос стоит в другом Что иногда удается А другие аргументы у вас есть? Немножко наступать А это главный аргумент Невозможно построить жизнь В этом состоянии рабства Невозможно И дальше вопрос стоит А вы себя чувствуете рабом? Я чувствую Что наша страна рабы А значит и я тоже Да, чувствую Я чувствую Что моя страна не свободна Я чувствую что оккупанты вообще обнаглели. Я чувствую, что российское население уничтожается американцами. Я чувствую, что они хотят выкликновить мою страну. Я это чувствую. Так, ваше время истекло. Кирилл, пожалуйста. То есть нельзя дальше? Нет. Хорошо. Ну, я не... Чувак, какой вопрос? Я здесь не вижу предмета бесклющия. Так вот, призвали к народно-освободительной борьбе нас сейчас. Она начинается с деталей. Начинается с деталей. Это скучно все даже повторять. Это какое-то... Вам скучно, а российскому народу хотелось бы жить свободно. Извините. Больное состояние такое. Мне кажется, что... Вот здесь действительно есть такая проблема, что вот американские... Вы меня замбировали. Французский абсолютизм дал миру две такие потрясающие формулы, которые знает каждый человек со школы. Это государство, это я, и после меня хоть потоп. И очень часто они вот объединяются. Наступает такой момент в развитии некоторой там авторитарной власти, которая интересуется только собой, которая ощущает себя государством. Действует по принципу государство, это я. Наступает такой период, когда она переходит под, значит, знамя, после меня хоть потоп. Ведь что происходит? Вот мы, если смотрим там на социологию, на какие-то объективные данные, мы видим, что, да, был значительный запрос у населения в пользу такой более жесткой, авторитарной, монолитной власти. И этот запрос был реализован. Дальше этот запрос, он исчерпался, да. И качество этой власти стало все больше ставиться под сомнение. Сегодня качество этой власти, ну, людям видно, что оно не очень эффективное. Конечно, экономическое, как показывают, опять-таки, опросы, экономические успехи уже не ассоциируются с вот этим политическим порядком. Это политический порядок, люди от него устали. Он им поднадоел. Люди не хотят резких перемен, поэтому они довольно осторожно выражают свое мнение по этому поводу. Но они именно определенно говорят, что им нужен более мягкий, более гибкий политический режим с большей ответственностью политиков перед народом, с уменьшением уровня коррупции. Что происходит, да? В ответ на это Владимир Путин, значит, посредством, значит, вот в частности и Единая Россия, но посредством некоторого созданного политического механизма, вводит такую, зажимает все дальше, да. Это, в принципе, для логики политического процесса довольно самоубийственное действие. То есть есть явный спрос на то, чтобы немножко все распустить, более сделать гибким, более чувствительной систему, более эффективной за счет многополярности и контроля разных ее агентов друг друга, со стороны разных агентов друг друга. Делается ровно наоборот. Чтобы спасти свою власть, Владимир Путин делает наоборот. Если бы он действовал как политический лидер, пускай там расходящийся с трендом в каких-то вопросах, да, так бывает с политическим лидером, но он должен видеть страну, что она двигается в другом направлении, и понимать, что если ты идешь против течения, против ветра, это кризис, это, ну, ничем хорошим это не кончится. И это, конечно, очень печально, такая реакция, и парадокс заключается в том, что там, ну, так или иначе, заканчивая Путина, избрали президентом, конечно, не с таким счетом, как был показан, а с меньшим, но, как бы, он сейчас нарушает тот мандат, который ему был дан. Ему был дан мандат на большую сдержанность, на такую стабильность, на мягкость изменений, и совершенно ему не был дан мандат на то, чтобы устраивать здесь какую-то бессмысленную деспотею, принимая совершенно идиотские законы типа об иностранных агентах такого сталинского духа. Это вот пружина кризиса. Продолжение следует...